Уважаемые студенты, тема нашей следующей лекции – гигиенические требования к проектированию планировки и строительству основы детских и подростковых учреждений. Цель лекции – углубленные знания о гигиенических требованиях к планировке и благоустройству общеобразовательных школ. План лекции – основные задачи школы, гигиенические принципы проектирования и строительства школы. Следующие – гигиенические требования зонирования земельного участка школы. И последние – гигиенические требования к основным и воспомогательным помещениям школы. Использованные законодательные документации при освещении лекции – это Конституции Республики Узбекистан, Сан-Пен и другие законы Республики Узбекистан. Гигиенические принципы размещения школы в населенном пункте в Лизовском местах жительства, обслуживаемых контингентом на внутрикварительных территориях микрорайонах, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстоянии 100-170 метров. Отдельные – от предприятий, загрязняющих воздух газами, пылью или производящих значительный шум от шоссейных и железных дорог, гаражей, пожарных депо, рынок и другие. Расстояние от школьного здания до различных видов зданий – это житель, производственных и других – должны приниматься в соответствии с КМК 0701-94. Планировка и застройка городских и сельских последних поселений. Расстояние до школы для учащихся младших классов должно составлять не более 0,5 км, а для старших классников не более 1,5 км. В сельском местности при малой плотности населения радость обслуживания может быть увеличена до 2 км. Пешком и не более 15 минут при транспортном обслуживании подлежат учащиеся, проживающие на расстоянии от школы более 3 км. Провод сельских школьников осуществляется специальным школьным транспортом, а для учащихся, проживающих на расстоянии выше пределно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий должен предусматриваться пришкольный интернат из расчета 10% от общей вместимости учреждения. Заня школы должна иметь следующие группы помещений, учебные сессии для первых и четвертых классов, для трудового обучения, учебные кабинет и лабораторий, реакционные помещения и туалетные комнаты, помещения для трудового обучения, далее учебные спортивные и помещения культурно-массового назначения, следующее помещение для групп продленного дня, далее помещение столовой, помещения административно-хозяйственного, медицинского обслуживания, помогательные и другие. Основные помещения – это классные комнаты 60 метров квадрата, а учебные комнаты 66 метров квадрата должна быть, лаборатория 66-72 метра квадрата. Помогательные помещения – рекреационные залы и коридоры, вестюбль с гардеробом, далее душевые при гимнастическом зале, и последнее снарядные умывальные туалеты и другие. Служивные помещения – кабинет директора, заведующего учебной части, учительская канцелярия и кабинет врача. Размеры и состав спортивных залов. При спортивном зале должно быть присматриваться снарядной площадью 16-32 км квадратных 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 кв Комната для инструкторов площадью 9 квадратных метров. Состав размеры активного зала. Размеры активного зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 квадратных метров на одно посадочное место и 60% от общего количества учащихся в школе. Состав размеры медицинского пункта. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения должен включать следующее помещение. Кабинет врача длиной 7 метров, площадью не менее 14 квадратных метров квадратных метров, кабинет зубного врача площадью 12 метров квадратных метров. Оборудование витежным шкафом, процедурный кабинет площадью 14 квадратных метров и кабинет психолога площадью 10 квадратных метров. Состав размеры санузлов. На каждом этаже должны размещаться санузели для мальчиков и девочек. Оборудование кабинета с дверями без запоров. Количество санитарных приборов должно быть из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз 05 лодкового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 квадратных метров на 1 учащегося. Количество помещений для организации, проделанного для дня и их площади, зависит от наполняемости школы. В школах на 8-12 классов предусматривают 1 комната площадью 60 метров квадратных метров и инвентарная 5 метров квадратных метров. В школах на 62 классов because of 2 комнаты 60 метров по 60 метров квадратных метров, 2 по 50 метров квадратных метров. Благодарные инвентарные bot, по каждому 10 классов, по одному помещению площадью 50 метров квадратных метров квадратных метров. Спасибо за внимание.